Журналисты ждут появления экс-президента Украины Викторовича. Обещают, что он уйдет с минуты на минуту. Полиция предварительно покрасила всех растопиться так, чтобы спикер мог пройти свободно. Я жду пока все погромы. Он здесь будет, да? Ну, все сюда выставились. Раз, два, еще раз, вот так? Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз. Сколько времени? Неизвестно, сколько времени. Говорить будет? Нет, нет, тогда придет. Кто-то заглядывает через дверь. Возьми, это еще одни журналисты, которые встречают Амитовича пораньше. Все журналисты взволнованы и ждут появления экс-президента. Возьми. 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 А пока здесь ничего не происходит, я кратко напомню, что же уже сегодня было. Начало судебного заседания немного затянулось из-за огромной толпы журналистов, которая стояла у входа в ростовский сет. Так появился звук. А, это показывают записи. От адвоката ко мне поступила просьба о возможности высказать свою позицию о переносе дешевого заседания в 8-е иначество. Также я подчиняю, напожу до сведения свидетелей адвоката, находящихся в 20-м дешевого заседания. Включается снова, я показываю. Ребята, напишите, кто смотрит, нормальный ли звук. Закончился перерыв, объявленный в судебном заседании на 20 минут. И сейчас будет решаться окончательно, когда же состоится видеодопрос. Варианты следующие, либо сегодня, через какое-то время, либо 26-го ноября, 28-го ноября. Уже проводок. Итак, вопрос переносится на 3 дня. Об этом только что сообщил в суде от Светошинского суда Сергей Дячук. Допрос состоится в 13.00 по киевскому времени. Светошинский суд благодарит своих ростовских коллег за обеспечение технической возможности для видеодопроса. Какие-то проблемы со звуком, не слышно, что говорят ростовские слезы. Громче, может кто-то сделать. Громче сделайте, пожалуйста. Ростовский судья попросил своих киевских коллег исключить подобную ситуацию, которые произошли сегодня. Напомню сегодня, где этот вопрос наш состоялся из-за неявки обвиняемых. Они не явились, потому что СИЗО, в котором мы находимся, заблокировали активистов. Мы благодарим вас. Никакой связи между работой судебных органов обоих сторон и тем, что не получилось возможно провести сегодняшнее заседание в полна ценно. Как это планировалось, нет. Светошинским районным участом города Киева со своей стороны, учитывая сегодняшний опыт, будут предприняты все необходимые меры для того, чтобы заседание, которое уже запланировано на 28 ноября, состоялось, используя весь процессуальный ментарий, который позволяет нам это сделать в рамках процессуального сообщества. Ну, не знаю, слышали вы или нет, насколько хорошо передать этот звук. Я повторю на всякий случай. Светошинский суд пообещал на 28 ноября обеспечить... ...возможность, которая фактически охватывает процедуру, уведомление свидетеля о явших судебных заседания. И мы за предоставленную такую вами возможность благодарим вашу, Александр Алексеевич. Спрашиваю, может ли является Януковичем 28-го числа? Добрый день. Я хотел бы, прежде всего, попросить вас, чтобы вы выбрали все возможности украинского законодательства и до понедельника мы понимали, кто из этих преступников, которые сегодня заблокировали решение суду, для того, чтобы установить истину по этой справе, заблокировали работу сегодняшнего судна. Это криминальная ответственность тех людей, кто это сделал. А безумовно, я уже сказал, что я зацекавленный, это мое личное решение, зацекавленные установлены истины. И я обязательно буду. Спасибо. 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 Янукович сказал, что он будет. Алло. Янукович заявил, что он будет 28 числа. Он выходит из зала судебных заседаний и, скорее всего, скоро появится у нас перед журналистом. Его ждут, не дождутся несколько десятков украинских и российских. Собирма говорит, что он будет. А. И до конца. И на сегодняшний раз в рейтинге с 2017 год. Вернулся пока. А. Взял заседание. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...